Подробный фотоотчет о поездке и не менее интересный рассказ привезла со всемирных игр по спортивному ориентированию, которые проходили в Новой Зеландии, наша собеседница Наталья Михонина. Ее любовь к этому виду спорта зародилась еще в школе. И вот на протяжении нескольких десятков лет не утихает, а то и с годами разгораются все сильнее. На первых же соревнованиях по ориентированию и вообще можно сказать, что интересно очень было. Вообще не в теме было. Ну как все. Он первый раз в лес. И вот что-то бегали, 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 искали, искали эти КП. И вдруг я оказалась первой. И вот так с этого и началось раз первое. Интересно жить. Дети всегда так, когда занимают первые места или там хотя бы в десятке, они заинтересовываются и начинают дальше заниматься. Соревнований было много. В старшем возрасте благодаря ориентированию Наталья Михонина посетила более 20 стран. Вся Прибалтика, страны Восточной, Западной Европы, Скандинавия. В последние годы наша собеседница старается не пропускать ни одного чемпионата мира. Доводилось бывать и в призерах. Апрельская поездка этого года на Всемирные игры по спортивному ориентированию вновь принесла массу впечатлений. Новая Зеландия удивила. Просто поразилась стерильная чистота в этой Новой Зеландии. Не зря называют ее «Зеленый континент». Я все еще думал, ну как вот. В Европе все тоже прекрасно все. Но там просто поразительная чистота. Даже нам писали в памятке, обувь надо всю вымыть. Они не пустят грязные обуви. И с собой мы же берем спортивную обувь. И написано, чтобы она вымыта была. Начисто. С щеткой, с мылом. Лекарства туда нельзя везти свои. Еду никакую с собой нельзя туда везти. Они не пускают, чтобы микробы к ним не привезли. У нас знакомые. Они летели другим рейсом. И они совсем забыли, что они яблоко оставили. Взяли с собой яблоко и забыли про него. Их вот проверили, оштрафовали на 400 долларов. У спортсменов есть возможность познакомиться с историей и культурой принимающей страны. Новый климат, новый ландшафт. Перед соревнованиями несколько дней на адаптацию. В этот период организовываются экскурсии, в рамках которых есть возможность познакомиться с основными достопримечательностями и символами страны. У них вот национальная птица киви. Нам ее показывали. Она без крыльев. И она выходит на охоту, ну как бы покушает ночью. Среди ночи. И вот там создан специальный такой парк киви для нее. Показывают туристам. Там сумрак такой создан все. И вот она там бегает. И чтобы ее поглядеть, то она тоже в норке там прячется. Выходит ее кормить служащие. И она вот выбегает за ней, бегает и клюет. Ее нос вот такой длинный, минус 20 метров. И сыплет ей корм-то. И вот на нее вот мы смотрели. Сфотографировать ничего нельзя было. Но вернемся к соревнованиям. Они проходили в течение нескольких дней в разных городах. Было выделено время для тренировок, что называется, прощупать местность. Очень трудно ориентироваться. У нас-то как в одной плоскости мы бегаем, а там в трех плоскостях. И кругом в лестнице, и в туннеле, и везде заводишь. И вот не видишь, и мы не бывали в таком, у нас такого же нет. И очень сложно вот переход в эти туннели, из туннелей по лестнице выходить. И, конечно, побеждает все вот это, где вот присутствуют такие вот города такие, они, конечно, проще ориентироваться. Если у нас вот, мы пока бежим по парку у нас, вот есть сильные из России, женщины-то есть. По парку пока бегут, выиграют. Как заходят в эти вот лабиринты, все, начинается вот. Уже пока смотришь, выбираешь путь. Все время, очень интересно найти контрольный пункт, и кто быстрее. Кто бегает, кто ходит с тросточки, в зависимости от возраста. Самым возрастным спортсменам 85-90 лет есть и мужчины, и женщины увлечены ориентированием, держатся бодро. Испытывая удовольствие от самого соревновательного процесса, посещения других стран, Наталья говорит, все сложится, поедет в США в марте следующего года. Там пройдут соревнования по зимнему спортивному ориентированию. Летняя состоится в Дании. В этой стране героиня нашего сюжета тоже еще не была. Продолжение следует...